Давайте поговорим об окружении. Наша планета огромна, но мы все делим ее. Если вы построите химический завод, неплохо бы изолировать его от окружающего мира, чтобы то, что в нем происходит, оставалось внутри. Вы можете сказать, что в этом здании есть свое окружение, микроклимат, изолированный от внешней окружающей среды. Ваши программы имеют подобную структуру по похожим причинам. То, что вы создаете снаружи функции, инструкции if, циклов и других блоков кода, находится во внешнем, глобальном окружении. Здесь константа h, функция multiplier и переменная result все во внешнем окружении. Эти компоненты имеют глобальную область видимости. Область видимости означает область, где компоненты доступны. Внутри функции multiplier есть константа x. Поскольку она внутри блока кода, это локальная константа, а не глобальная. Она видна только внутри этой функции, но не снаружи. У нее локальная область видимости. В функции multiplier есть еще один компонент из локальной области видимости — аргумент num. Он не задан так же четко, как константы или переменные, но ведет себя почти как локальная переменная. У нас нет доступа к x снаружи, как будто ее там не существует. Console.log вызывается в глобальном окружении, а x не задан в этом глобальном окружении, поэтому мы получаем referenceError. Мы можем задать x глобально. Теперь существует глобальный x, и его значение было выведено на экран, но локальный x внутри функции multiplier по-прежнему виден только внутри этой функции. Эти два x не имеют ничего общего друг с другом. Они находятся в разных окружениях. Они не схлопываются в одно целое, несмотря на то, что у них одно и то же имя. Любой блок кода, окруженный фигурными скобками, превращается в локальное окружение. Вот пример с блоком if. И тоже работает для циклов while и for. Окей, локальное не видно снаружи, но глобальное видно везде. Даже внутри чего-то? Да, даже внутри чего-то. Эта глобальная переменная a изменилась внутри функции changer. Функция вообще выполняет что-то только когда ее вызывают, а не когда ее определяют. Так что вначале a это 0, но после того, как вызывается changer, a становится 1. Хоть это и заманчиво, все помещать в глобальную область видимости и забыть о сложностях раздельных окружений, это ужасная практика. Глобальные переменные делают ваш код невероятно хрупким. В таком случае что угодно может сломать что угодно. Поэтому избегайте глобальной области видимости и храните вещи там, где им место. Взгляните на эту программу. Функция multiplier возвращает произведения a и b. a задано внутри функции, а b нет. Пытаясь решить умножение a умножить на b, JavaScript ищет значения a и b. Он начинает искать локально и выходит наружу по одной области видимости за шаг, пока он не найдет то, что ему нужно, или пока не поймет, что это невозможно найти. Поэтому в данном примере JavaScript начинает с поиска a внутри локальной области видимости, внутри функции multiplier. Он находит значение сразу и переходит к поиску b. Невозможно найти значение b в локальной области видимости, поэтому он переходит к наружной области. Тут он находит b, это 10. a умножить на b превращается в 5 умножить на 10, а затем в 50. Весь этот кусок кода мог бы быть внутри другой функции и еще внутри другой функции. Если бы b не нашлась здесь, JavaScript продолжил бы искать b за пределами функции, слой за слоем. Заметьте, что a равно 7 не затронуло вычисления. a была найдена внутри, поэтому внешняя a не сыграла роли. Это называется лексической областью видимости. Область видимости любого компонента определяется местом расположения этого компонента внутри кода, и вложенные блоки имеют доступ к их внешним областям видимости. Большинство языков программирования имеют что-то вроде области видимости или окружений, и этот механизм позволяет существовать замыканием. Замыкание — это всего лишь модное название функции, которая запоминает внешние штуки, используемые внутри. Перед тем, как мы продолжим, давайте вспомним, как функции создаются и используются. f довольно бесполезная функция, она всегда возвращает число 0. Весь этот набор состоит из двух частей — константы и самой функции. Важно помнить, что эти два компонента раздельны. Первый — константа с именем f. Ее значение могло бы быть числом или строкой, но в данном случае ее значение — это функция. Мы использовали аналогию в предыдущих уроках — константы, как листы бумаги. Имя на одной стороне, значение на другой. Следовательно, f — лист бумаги с f на одной стороне и описанием запускаемой функции на другой. Когда вы вызываете эту функцию, например, вот так, создается новый ящик, основываясь на описании на этом листе бумаги. Окей, вернемся к замыканиям. Рассмотрим следующий код. Функция createPrinter создает константу name и затем функцию с именем printName. Обе они локальны для функции createPrinter и доступны только внутри createPrinter. У функции printName нет локальных компонентов, но у нее есть доступ к области видимости, где она сама находится, внешней области, где задана константа name. Затем функция createPrinter возвращает функцию printName. Помните, определение функции — это описание запущенных функций, просто фрагменты информации, как числа или строки. Поэтому мы можем вернуть определение функции так же, как мы можем вернуть число. Во внешней области видимости мы создаем константу myPrinter и задаем ей значение, которое возвращает createPrinter. Он возвращает функцию, так что теперь myPrinter — это функция. Вызовите ее, и на экран выведется king. Тут есть странная штука. Эта константа name была создана внутри функции createPrinter. Функция была вызвана и исполнена. И как мы знаем, когда функция заканчивает работу, она больше не существует. Этот магический ящик исчезает со всеми своими внутренностями. Но он возвратил другую функцию, и уже она как-то запомнила константу name. Поэтому, когда мы вызвали myPrinter, она вывела king — запомненное значение, при том, что область видимости, где оно было задано, больше не существует. Функция, которая была возвращена из createPrinter, называется замыканием. Замыкание — это сочетание функции и окружения, где она была задана. Функция замкнула в себе некоторую информацию из области видимости. Это может выглядеть как JavaScript Focus, но замыкания, когда их используют разумно, могут сделать код приятнее, чище и проще для чтения. И сама идея возврата функций тем же способом, которым можно возвращать числа и строки, дает больше возможностей и гибкости. Вы заметите, как часто эти идеи используются в программировании, и мы рассмотрим их мощь в следующих курсах. Субтитры создавал DimaTorzok